С Александром готовы пообщаться. Здесь Питерфуд, день второй. Александр, как настроение? Прекрасное настроение, прекрасный город и, в общем-то, очень, скажем так, отличный от других мест накал, если так можно сказать. Для нас это очень хороший вариант найти новых клиентов и, собственно, настроение поэтому хорошее. Прежде чем будем оценивать эффективность посещения выставки Питерфуд, хочу спросить, с чем вы сегодня пришли? Потому что в руках опытные образцы, вот про них можно даже немножко, да, показать и поговорить. Да, в данном случае это тыква и крыжовник, цукаты, которые сделаны по нашей технологии фирменной, без варки и без термической обработки. То есть это своего рода ноу-хау, который постоянно находит новых потребителей и, собственно, Питер это новое дыхание для нас, потому что в Питере народ традиционно обращает внимание на такие вещи, народ образованный, и мы рады представить эту продукцию. Вот хотел как раз задать вопросы там про некоторые эко-тренды, но судя по тому, что вы соблюдаете все технологии для того, чтобы сохранить витамины, то с эко-темой вы дружите. Да, мы делаем до безобразия натуральные продукты, вот, и, собственно, география постоянно расширяется. Очень надеемся, что Питер и Ленинградская область станет нашим основным потребителем. Ну, а теперь главный вопрос про эффективность участия в Питерфуде в первом дне. Я думаю, что вчера вы тоже провели здесь день, заводя новые профессиональные знакомства. Как впечатление? Ну, конечно же, в течение месяца мы будем узнавать о том, как реально прошла выставка для нас, но повышенный интерес имеется, и, что немаловажно, мы имеем возможность подчеркнуть уже те контакты, которые у нас сложились, скажем так, на дистанции. Что можно пожелать будет всем участникам Питерфуда? Ребят, двигайтесь вперед, под лежачий камень вода не течет. Ну, это правда, под лежачий камень вода не течет, ну, а мы здесь на Питерфуде рассказываем, как этот камень сдвинуть.